Всем привет, это канал про девайсы, меня зовут Тушелл, и сегодня для вас у меня обзор весьма яркой новинки от бренда Z. Речь пойдет о механической клавиатуре Z Spectrum. А яркость этой новинки обусловлена тем, что помимо неплохой компонентной базы, Spectrum еще делает акцент и на обильность RGB подсветки. Давайте выясним, что у Z получилось на самом деле, и попытаемся понять, стоит ли этот борт вашего внимания, или лучше посмотреть на что-то другое. И как всегда, предлагаю начать с анбоксинга. Оформлена коробка в стандартных для Z дизайнерских решениях, спереди рендер клавы, сзади перечисление основных фишек, внутри тоже все стандартно для Z. То есть помимо клавиатуры можно найти набор игровых капов, пулер, пару наклеек, инструкцию и флайер с другими девайсами Z. Но давайте переведем наше внимание на звезду шоу. Я специально пока не включаю подсветку, чтобы главная фишка этого борда оставалась все еще скрытой. Тем не менее, можно немного поговорить про дизайн Z Spectrum. Перед вашими глазами вполне стандартная полноразмерная скелетон механика. Внешне этот борт выделяется по сути тем, что весь верхний корпус это матовый полупрозрачный пластик, через который по идее будет эта клава светиться. Кроме этого момента можно отметить лого Z, которое находится в традиционном месте. Ряд индикаторов включения капса и намлока в верхнем правом углу и отсутствие каких-либо дополнительных органов управления. Верхний плейт это крашеный в черный цвет алюминий, который приятно холодный на прикосновение. Нижняя часть необычна тем, что несмотря на черный верх, тут пластик белый. И надо сказать, мне такое сочетание понравилось. На дне можно обнаружить 5 резиновых ножек, причем та, что по центру почему-то треугольная. То, что ножка под пробелом вообще есть, это на самом деле хорошо. Многие другие бренды там просто пластиковую пипку оставляют и как бы все. И поэтому в этом смысле у Z все правильно. Сзади также можно обнаружить одноступенчатую систему регулировки наклона. Выдвижные ножки тоже прорезинены, но материал не такой мягкий и приятный, как у основных ножек. Впрочем, это никак не сказалось на стабильности клавиатуры. В обоих положениях наклона клавиатура стоит на столе очень уверенно. Качество сборки хорошее. Все стыки аккуратные по всему периметру. Алюминиевый плейт также помимо холода радует и своей прочностью. При попытках ее скрутить клава ведет себя тихо и не скручивается. Лейаут Z Spectrum классический. Длинные шифты и бэкспейс. Блок F1 и F4 никуда не смещен, а Enter одноэтажный. В плане начинки Spectrum по-моему очень близок к Z Blade. Те же не боксовые кейл свечи, те же черетип стабилизаторы. Но давайте обо всем по порядку. Несмотря на то, что тут простые красные кейлы, опасаться ощущения песка при печати тут не стоит. Кейл давным-давно пофиксил это на обычных свечах. И теперь боксовый вариант свеча мало чем отличается от обычного. Ну, по крайней мере, на мой взгляд. Нажатия весьма равномерные по всем клавишам. Ход у свеча линейный, а точка срабатывания расположена посередине хода. Горизонтального люфта стема не очень много. И в итоге взаимодействовать с этими свечами мне было весьма приятно. Со стабилизаторами ситуация неплохая, но слегка все подвел стаб пробела. Хотя он обильно смазан на самом деле. Он чуть громче, чем хотелось бы, и это портит в целом весьма неплохое впечатление от работы стабов. Ведь все остальные длинные клавиши тихие. В тактильном плане стабы прозрачны. То есть их работу пальцы никак не чувствуют, и это хорошо. И естественно, никакого перекоса длинных клавиш тут нет. На спектруме стоят ровно такие же капы, как и на других клавах Z. То есть это крашенные ABS капы с толщиной стенок в 1 мм. Шрифту клавиш мне в целом нравятся, и кириллица неплохо гармонирует с латиницей. Более подробно я говорил о капах в обзоре Z-Blade, так что если интересно, гляньте тот обзор. В двух словах, мне нравятся эти капы визуально, а тактильно они ничем не отличаются от других ABS капов. Ну и естественно, со временем они отполируются. Но тут уж выбирайте. Долговечность PBT и так себе подсветка, или ABS и офигенное светопропускание. Кстати, о подсветке. Я тут ее включу и помолчу чуток. В общем, выглядит клава здорово с включенной подсветкой. Особенно в темноте и издалека. Ведь вблизи всплывают определенные нюансы. Во-первых, слово Spectrum на пробелле подсвечено не очень равномерно. Это же касается и кириллицы. Во-вторых, подсветка периметра где-то на 4. То тут, то там виднеются островки неравномерного свечения. Ну и в-третьих, мне кажется, диодам немного не хватает яркости и насыщенности. Все цвета какие-то приглушенные. Но это, конечно, субъективно, и у вас может быть совершенно иное мнение. Ну и раз уж я включил клавиатуру, думаю, самое время попечатать. А вам послушать. Итог примерно такой. Как я говорил ранее, стабы пробела доминируют в акустическом плане. Все остальные стабы заметно тише. А, ну и что еще очень приятно удивило, так это то, что резонанса верхнего плейта практически нет. То есть если подолбить в капы, то, конечно, можно что-то услышать. Но в обычной работе все тихо. Также с приятного нет ощущения пустоты при печати. Такое ощущение, что клава цельная, а не полая. С игрой ожидаемо проблем не возникло. Полный анкеролловер означает, что не будет гостинга. А красный свитч означает, что перемещение персонажа в игре неплохо дозируется на моменте срабатывания свитча. Кабель у Z-спектра, к сожалению, не съемный. Впрочем, тот, что есть, весьма неплох. Он длинный и в приятной оплетке. Но вот систему кабель-менеджмента не завезли. Впрочем, на такие вот плюшки Z-спектрум как-то скупа. Но посмотрите сами. Помимо пулера и доп. игровых капов, чего-то эдакого у спектрум нет. Нет ни подставки под ладони, ни ролика регулировки громкости, ни выделенных медиа-кнопок, ни дополнительных USB-портов. Вся настройка клавиатуры осуществляется посредством кнопки FN. Для более точной и глубокой настройки есть программное обеспечение. Выглядит оно примерно так же, как и на других бардах Z. Пользоваться можно, настраивать все тоже. Но вряд ли вы скажете вау при первом знакомстве. В общем, софт как софт. Хорошо хоть то, что не весит полгига, как некоторые синапсы и джихабы. Ну и давайте подводить итоги. На мой взгляд, спектрум это Z-блейд, но с подсветкой по периметру. Объясняю почему. Начинка очень схожая. Те же кейл-свечи, примерно такое же оформление клавы сверху и примерно такая же работа стабов. Да и ощущения от печати весьма схожи. Отличия такие. Вместо подставки под ладони у спектрум подсветка по периметру. И все. Ведь во всех остальных аспектах барды, ну, очень похожи. Брать ли вам эту клавиатуру или нет? Ну, смотрите. Если вам хочется получить яркий девайс за вменяемые деньги с нормальной начинкой и неплохим уровнем печати, то да, безусловно. Но если вам не нужна контурная подсветка, то я бы посоветовал, например, взглянуть на Blade Optical или на Z Immortality, которые в некоторых аспектах мне понравились чуть больше в спектрум. Клавиатура на обзор была предоставлена магазином DNS. Ссылка на то, где ее купить, я оставил в описании к этому видео. Там же можно скачать и софт для клавы, а то в комментах у меня это почему-то самый популярный вопрос. Ладно, пожалуй, настало время с вами попрощаться. Сегодня с вами, как всегда, был Ягушал. До скорых встреч на канале ProDevice.